Приветствую вас, мир вам. С миром. Повыше сделайте, чтобы голова у вас не уходила вниз. Хорошо, хорошо. Так, добрый день. Добрый день. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, да, я уже с вами общался. Я вообще-то не очень это хочу, но раз это условие, то я не... Это условие у нас такое правило. Да никогда вреда не может быть. Мы же говорим о добром. Я слушаю вас. Нет, я понимаю, просто у меня такая правильщика не... Ну нет, ничего. У нас, видите, принято так, и везде у нас открыто все. Мы, принято, я знаю, что с вами безопасно, поэтому... Да. Но я просто не люблю, как говорится, паблицить их. Я не публичный человек, поэтому... Так, я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Я с вами уже общался, вы мне присылали много материала, почитал, с интересом послушал. И вот. И хотелось бы, конечно, по каким-то конкретным вопросам поговорить, поскольку вы более глубоко разбираетесь и знаете. Вы же детские вели, я, в общем-то, относительно недавно. Я с вами общался. У меня такой вопрос. Один из вопросов. Ну, наверное, больше не будет времени. Вот я немножко читаю Тару, вот, и обратил внимание на такой момент, что в Таре написано, что, ну, строение человека, ну, плоть нам вся известна, и три духовных сущности в человеке есть. Так написано в Таре, в оригинале. А в переводе в русском только две. Душа и дух. Я смотрел в английском, я чуть-чуть знаю. Там тоже душа и дух. Других языков я не знаю. Ну, вот, у меня такое подозрение, что раз в английском, то, наверное, в других языках тоже переведено только две духовные сущности. Почему потерялась вот эта третья? Вот. Ну, видите, она... Мехеш, Нешама и Руах. То есть, Мехеш, ну, как бы две души и дух. Вот. Почему в русском языке не нашлось... Ну, это, конечно, вопрос у переводчиков. Но, тем не менее, не нашлось аналога, что ли, или понимания перевести три сущности духовных. У меня есть какие-то соображения такие, но они мои, как бы, ну, или моего наставника всей этой памяти. Но, все-таки, поскольку в английском этого нет, значит, какая-то система. Но, все-таки, вопрос. Почему же не перевели, что человек состоит из трех духовных сущностей, а не из двух? А почему такая мысль вам не приходит, что везде два правильно, а там подставили третью? Ее там не было. Там искусственно ее поставили. А это писали оригинал? Ну, вы же знаете, Тора написано 3400 лет назад, а Септуагин-то, греческий перевод, намного позже. И там тоже три. Вернее, там, ну, а Септуагин-то я не знаю. Да-ка, русский-то перевод-то. Русский-то был не из греческого, а из еврейского. Да, ну, там, я читал, ну, как это, синодальные переводчики, которые переводили, написали, что переводили из греческого, но сверяли с еврейским оригиналом. Так написано. Ну, это сколько русскому перевод? Наоборот, наоборот. Переводили прямо с еврейского, масорецкий перевод, абсолютно одинаково. Четыре духовные академии. Сверялись с греческими, и при том не с одним, что Акилов и Адатион, Симах говорили, и Септуагин-то. Четыре греческих перевода. Дальше с арабским, с латинским, которые Иероним Стридонский перевел. И, кроме того, смотрели, как эти стихи переводили, говорили проповедь святые отцы. Более точного перевода нету ни одного, потому что переводы разные были. Но перевод синодальный, он над всеми один перевод такой во всем мире. Четыре духовные академии проверяли люди, которые канонизированы. Филарет. Я как-то беседовал с евреем, чистопородный еврей. Отец Александр Мень, которого убили. Я говорю отец Александру, там Павский Герасим Петрович переводил псалтырь, его он-то настолько знал, что писал учебники для еврейских школ. Выше этого ничего уже нет. Школы учатся по нему. Или так, Данил, вот пишет, это Хвольцин. Хвольцин, это человек еврей. У него высшее, там какое было образование, он там западное. Он потом принял православие. Данил, он учебник по физике Хвольцин. Я спросил отца Александра, я говорю, вы могли бы так переводить? Он работает с архивами еврейскими. Он даже от меня вот так отшатнулся. Да вы что, Игнатий Халич? Таких переводчиков больше нет на земле. Он еврей. Еврей-библеист. Кроме того, у него энциклопедические знания. И он даже секунды не допускает, что там какой-то перевод. А я зачем буду? Я смирялся с английским. Я, который языки знал, по разным языкам смотрел. Один, два, в другом месте три указано. Дважды у нас встречается три. Дух, душа и тело. И всё понятно. Да, но переводы всё равно это позднее. Вы же знаете, в Кубранске рукописи нашли. И там же большая была община. Там вот этих экземпляров, копий было много. И там, что касается Торы, никаких разночтений нет. Всё-таки эти термины, нехешнышама, встречаются неоднократно, не только в одном месте. Значит, это так. Ну, ещё есть, как говорится, каббалистическое понимание, что в духовном мире ещё есть какие-то две состояния, которые присоединяются к человеку. Но это каббала, это ладно. А вот в нашей реальной жизни написано, что человек родился по плоти, но у него есть рух, нехешнышама. То есть, три каких-то духовных составляющих. И, как вы знаете, ну, это такой вопрос. Евреи в это глубоко не влазят, конечно, но тем не менее, написано в Давиде, что когда человек заканчивает земной путь, то рух, дух возвращается к Богу, а нехешнышама поджертвенников. Ну, то есть, где-то в земле ожидает где-то соединения. Но, тем не менее, всё-таки, как бы то ни было, три. Ну, три, три, так и есть. А вот смотрите, вот берут за это, а какое отношение к спасению мне иметь? Никакого. Вот на одном месте это крутят. А 53-ю главу Исаию почему потеряли евреи? Почему? Потому что прямо говорится, что Христос умер за грехи людей. Никакой рух уже не поможет ему. А они распяли его. А он говорит, что? Господь говорит. Я когда-то отвечаю, евреи распяли, когда говорят, что евреи не признали Христа. Я задаю вопрос, а кто его признал? Кто признал? Его признали апостолы? Дух Святой сошёл со всех... Апостолы все до одного еврея. Ну, да. А дальше-то Елены, когда пришли, считаем вторая глава Деяния апостолов. Кто признали? Все признали? Греки признали. А уже в 4 веке признали армяне? Ну да, ну то есть, ну евреи, первыми христиане были все евреи. Да. И до 325 года все христианские общины не разделялись от иудейских, они все составлялись иудеями. Иудеев выгнали только из Николаиты, выгнали из Никейского собора. Там ни одного пресвитера еврея не было. Их или убили, или не пригласили. И на этом Николаитском соборе в Никее в 325 году было 600 примерно разных представителей, делегатов. И ни одного еврея. И поэтому вот произошло то, что произошло. Так, все, давайте эту тему закончим. Она мне неинтересна, я знаю твердо, что за меня умер Христос. Все, остальное 2-3 меня вообще не касается. У меня времени нету даже. На новые люди приходят. Каждый день новые люди обращаются к Богу. Из мусульман обращаются. Из сектантов. А я буду теперь руку гонять. Да зачем мне это нужно? Тема закрыта. Я согласен, что у вас направление такого миссионерского. Миссионерского, конечно. У меня обратился в доме моем, обратился еврей Наум Израильевич. Стал священником. Я его крестный. Мне это все абсолютно близко. Я не с ними, не то, что там конфликтовать как-то. А я всегда говорю, почему Гитлер потерпел поражение. 12-3 бытие, говорит. Он коснулся народа Божия. И он проклят. Лучше, чем у Гитлера, такого представителя от народа не было. Так, чтобы народ любил его, и он народ любил. Но как только конснулся евреев, все пошло вверх тормашками. Сталин тоже решил тут разбираться. Тоже улетел сразу. Евреи не прикасаем. Мы должны во всем мире трубить об этом. Почему? Бог так сделал. 2896 наций, но Бог избрал семь Аврамова. Все. И там написано, проклинающий вас будет проклят, благословляющий будет благословен. Я их всегда благословляю. Мы каждый день молимся. Я прошу мира, в первую очередь, евреям. Дай, Господи, мир Израилю, потом уже Россию, Украине и другим. У нас Израиль на первом месте стоит. А я русский. Но я понимаю. Павел говорит, великое преимущество быть евреем, иудеем. Во всех отношениях она и пащей в том, что им вверено Слово Божие, которое меня воскресило 60 лет назад, 27 сентября. Я поэтому... А вот интересно, как вы считаете, нельзя... Вот вы назвали цифру, я забыл, около 3000 национальностей, вы сказали, да? 2896. Ого. Это на сегодняшний день? Да нет, там больше, но там такие 100 человек, 150 в джунглях где-то живут. Вот именно основные. И больше, чем на 2000 языков переведено Слово Божие. Или Библия полностью, или Новый Завет, или отдельные Евангелия. Ну, меня вот интересно, что нельзя стать ни одной национальностью, нельзя стать армянином, грузином, нельзя стать японцем, а евреем может стать каждый человек. Да. Как вы к этому относитесь? Ну, как написано, апостол Павел говорит, кто иудей, тот, кто... и дальше поясняют послание к римлянам. Не тот, кто по враму родился, мы показывают, все, которые люди обратились, он к нам обращается, к избранным, к святым. Ну, то есть, получается, все евреи, получается... Нет, ну, духовно, в духовном плане. Я русский человек, русский. У меня и татары есть, вот недавно обратилась одна, она казашка была у свидетелей уговы, она приняла православие. У меня есть близкие из Англии, из Америки, из Ливана, у нас приезжают, принимают крещение полное в воде, из Италии, Германии, Франции. Баб, брат у меня священник, он заходит в воду вот так вот, и поэтому... Я видел вашего брата на роликах, да, интересный очень человек. Я тоже по крови, ну, наверное, на половину русский, у меня мужская линия старообрядцев. Ну, а у меня тоже старообрядческие корни. Мы с вами, Владимир, близкие друг к другу. Да, ну, я... Деды мои все были старообрядцы, кубанские казаки. Вот, а вот, ну, конечно, родители уже отец веру потерял, хотя он... А вы эту гиппу-то зачем носите на голове? Ну, я так понимаю Библию. Я понимаю таким образом, что... Ну, вот, я вот вкратце расскажу, мне задают этот вопрос. Я хочу, чтобы вы как-то рассудили. Я понимаю, что все ссылаются на апостола Павла, вот в этом отношении. А я ссылаюсь все-таки, при всем уважении к мудрости Павла, вот, и я ссылаюсь на Тору. А там сказано таким образом, что самые люди... Есть разные места, разные святости на земле, вы согласны. Не все места одинаково святые. Почему православные, когда строили храмы, выбирали место? То есть не любое место, а вот... Ну, ладно, вы понимаете, что место наиболее святое, которое было на земле, это храм. Его искали и нашли. Давид искал, нашел это место, гора Мария. Самое святое место. Там, где Авраам сына своего хотел принести жертву, ну и так далее. То есть самое святое место. Построили храм. Во время храмового служения, когда ее осветили, люди, коины, священники, максимально близко приближались к Богу. То есть они должны... У них были там... Два раза в год была череда, то есть служение. И они должны готовиться к этому, потому что в это время они максимально приближались к Богу. То есть должна быть и плоть, и душа, и дух максимально очищенные. И Господь сказал, каким они должны где-то там готовиться. Они готовились, вы знаете, и море вот это физически умывались, и одежда. И обязательно должно быть для простого священника четыре предмета одежды. Я их знаю на иврите, но это длинная рубаха, штаны, пояс и головной убор. Ну, головной убор не кипа, конечно, но головной убор, мы не знаем какой. То есть минимально четыре предмета одежды для благочестивого предстояния перед Богом. Вот так я понимаю. Видите, я спросил, апостол Павел говорит, что покрывающий голову мужчина при молитве бесчестит свою голову. А я иду все равно, мне надо молиться, я не могу ничего надевать. Ну, дома, да. Дома я еще разговариваю с кем-то, я на голову надену. Но не молюсь. Как только пророчествовать, как только молиться, я сразу скидываю, даже на морозе. Вот, а у меня, видите, наоборот, я ходил таким, а как только молитва, я покрываю. Я действительно постижаю голову свою перед Богом. Потому что у меня есть один там знакомый, который знает древнегреческий, и он говорил, что вот это место очень темное в переводе. Павел говорил не о покрытии головы в том месте, он говорил о субординации между людьми. Он сказал, что жена подчиняется... Нет, нет, о голове, о голове. А тут толкование, златоуста об этом. Ну, не буду я златоуста убрать. Самый великий проповедник за две тысячи лет. Нет, голова должна быть открыта. И которая покрывает голову бесчестия. Длинные волосы бесчестия. Я согласен, Игнатий Тихонович. Я согласен, я бесчищу свою голову перед Господом. Я смиряюсь перед Ним. Не сверкаю в истинной, как говорится. Ну да. А бесчестью. Потому что я бесчестия перед Богом. Я смиряюсь свою голову перед Ним. А что, священники, которые там служили, бесчестия? Причем уже не к Павлу. Я всегда... Там у Павла много таких сложных вопросов. Потому что... Понятно, Павел есть Павел. Он... Павел, в принципе, не мой апостол. Он апостол язычников. А я никогда не был язычником. Ни род мой никогда язычником не был. Хотя Павел мой родственник. Так Библия-то одна осталась. Все, Писание Бога духовновенное. Писали святые божьи человеки, будучи движимым духом святым. Что, Серафим Саровский не знал это? Ну, я не знаю. Знал это, не знал. Но я... Тору... Тору-то ведь нельзя выбросить. Тору? Ну, его не выбрасываем никак. Наоборот. Каждый раз считаем. Там написано. Человек приближается к Богу, чтобы покрыть свою голову. Все, я просто так спросил. Так, я ухожу уже. Мне время идти. С Богом. А вы по Евангелию, вот если у меня есть вопросы, когда-нибудь можно с вами связаться? Ну, не знаю сейчас как. Я еще даже по-хорошему-то не вышел. Я гляжу, мое вмешательство требуется на улице. Хорошо, я понял. С Богом. Это такой флотской вопрос. Вот у меня давление тут повышается. Вот вы, вы здоровый человек, вы от давления ничего не пьете? Никогда. И не меряете? И не меряете никогда? Нет, никогда. Я еще ни одной таблетки не съел за 83 года. Благослови вас, Господь. Так у меня на руках везде тяжести от тяжести. Какие операции делали? Потому что рельсы, я на стройке работал. А лука ведь нельзя, тебе оттащим рельсы, и там бревно какое. Кто-то присел на тебя в две. И у меня между позвонками, которые прокладки раздавленные. Одну операцию сделали, а там чуть-чуть только не так будет, все, ты парализованный будешь. Я благодарю Бога. Бог мне дает и здоровье, и все. Я строго к себе смотрел. У меня на сон уходило 2,5 часа в сутки. Я все время себя укорачивал где-то. Ну, представьте, что за 8,5 лет у меня из печати вышло, моих книг, 38 томов. Каждый том 752 страницы, которые не имеют аналога мировой литературы. Тысячи ответов, которые я давал студентам в университетах преподавая. Вот как. В школе у меня не было иностранного языка. Я его не был в деревне. Но когда я коснулся, я мне за полгода изучил немецкий язык, проповеди говорил у них. На английский у меня ушло 4 месяца. В Латвии жил 3,5 месяца латышский. А я даже не знал, что Бог дает мне это. У меня не было этого. Интересно, а почему же вы иврит не выучили? Мне живых людей нет. Так. Ладно. Так, я отхожу. С Богом. Благослови Господь. Храни вас Господь. С Богом. Благослови Господь.